Сегодня у нас в гостях Андрей Славутский. Андрей является руководителем отдела здравоохранения, питания и проблем ВИЧ-спида, детского фонда ООН в Украине. Также до этого Андрей был независимым консультантом по здравоохранению ВОЗ и являлся членом организации «Врачи без границ». Добрый день, Андрей. Добрый день. Добрый день. Ну вот, расскажите, пожалуйста, как сильно вся эта ситуация с пандемией и с карантином повлияла на вас, на ваш привычный границ? Радикальным образом повлияла. Я обычно люблю ходить, сейчас не получается. Но все-таки я недалеко от работы живу. Я езжу на работу, хотя у нас как бы все работают из дома. Но такой как бы скелет команды, 3-4 человека, один на этаже или на полэтажа мы сидим. Так что здесь условия лучше, чем, наверное, где бы то ни было. То есть заразиться невозможно. Дети сидят дома. Ну и, конечно, всякие психологические проблемы решают. Зато очень плотно общаемся. Так что есть негативные, позитивные по стороне. С точки зрения медицинского работника, как вы относитесь к условиям украинского карантина? Достаточно ли он эффективен или, возможно, в нем есть какие-то перегибы, с которыми вы не согласны? Как вы можете это описать? Ну, я бы сказал, что, в принципе, достаточно быстро ввели карантинные мероприятия. Мне представляется, что это эффективно для замедления распространения инфекции. Другое дело, что я не вижу необходимости, например, носить маски на улице. То есть с медицинской точки зрения вряд ли есть этому оправдание. Бегать в парках, ходить в парках. То есть я не вижу. То есть я ничего не хочу сказать, что не делайте этого. Обязательно следуйте административным предписаниям. Но чисто с медицинской точки зрения более эффективно держать дистанцию, постоянно мыть руки, не прикасаться к лицу. Это, в принципе, достаточно. Надо понимать и неинфекционную природу этого заболевания, хотя вроде бы там не все еще изучено, но то, что мы понимаем сегодня, это капельная инфекция, капельная и контактная инфекция, передающаяся капельным и контактным путем. То есть если находиться на расстоянии двух метров приблизительного человека, то при разговоре, пении, чихании, кашле, частички не долетают до тебя, они падают там на землю от заболевшего человека, и заражение не происходит. Если заболевший человек в маске, то еще меньше дистанция может сохраняться. Да, контактный путь, когда человек свои слизистые выделения где-то оставляет, то на поверхности они остаются. То есть всегда, когда вы к чему-то прикасаетесь, то есть вероятность того, что вы можете на себя перенести эту инфекцию, причем сам момент переноса вы можете как бы и не заметить, и сами не заболеть, но перенести вирус куда-то еще на дверную ручку, за которую возьмется другой человек. И вот таким образом происходит распространение заболевания. То есть нужно быть максимально осознанным, чтобы защищать не только себя, но и других людей. Да, вот сейчас как раз такое время, когда именно ответственность каждого становится защитой для всех. То есть я думаю, что действительно мы вошли в такую эпоху, которая совершенно меняет наше представление о мире. мы еще до конца не все понимаем, что это значит и как это повлияет на наши ежедневные действия, на наши планы, на нашу работу. Но мы уже, например, в ЮНИСЕФ мы начали думать и активно внедрять мероприятия уже в новом контексте, в новых правилах социальных, как, например, нужно продолжать плановую вакцинацию детей в условиях, как бы, вот COVID. Сейчас практически вся плановая вакцинация остановилась, потому что мамы с детьми себя дома. И понятно, что сейчас опасно ходить даже в поликлиники, где происходит перекрестная инфекция, там можно скорее заразиться, но мы хотим создать такие условия, поспособствовать созданию условий, чтобы все-таки возобновилась вакцинация детей в безопасных условиях, то есть следуя принципу не навредить. То есть понятно, что мы не будем заставлять или просить мам приводить детей туда, где небезопасно. То есть мы обязательно должны создавать условия уже в таких вот новых условиях для того, чтобы это продолжалось, потому что риски от невакцинации детей, они в какой-то момент могут перевысить риски от возможного заражения от COVID, потому что чем дольше мы не вакцинируем планово детей, тем больше растет резервуар невакцинированных детей от кори, дифтерии и так далее. А какие самые опасные вообще заболевания детские в Украине на сегодняшний день? Ну, самое опасное – это корь. У нас с 2017 года было очень сильное повышение заболеваемости, 2017, 2018, 2019. Вот только в начале 2020 года, слава Богу, это все пошло на спад и очень значительное снижение произошло. То есть мы предполагаем, что это снижение будет какое-то время, если останется высокий уровень вакцинации детей. Но все-таки казалось бы, корь – это довольно-таки древнее заболевание, которое должно было уже уйти в прошлое. А почему в Украине была такая эпидемия? Как вы считаете, в чем была эпидемия? Ну, это было уже в 2008 году был один случай смерти ребенка, которые связались с вакцинацией, скорее всего, ошибочно. И после этого пошла такая очень волна контрпропаганды против вакцинации. Буквально там в следующие годы очень мало людей прививали своих детей. И создалась достаточно большая когорта этих детей. Достаточно было просто один случай для того, чтобы вспыхала такая эпидемия. то есть это разве еще раз нам говорит, что вакцинация – это самый эффективный способ защиты детей. Я думаю, вот теперешняя ситуация, то есть, конечно, это большой кризис, большой стресс для Украины, не только для всех стран в мире. Но надо делать из этого правильные выводы. И, конечно же, вывод для детей, это для мам, для тех родителей, у которых есть дети. Чтобы правильно защищать детей, надо, конечно, всех вакцинировать по календарю. Ну, пока еще не создали вакцину от COVID. Предполагаю, что она в течение года будет только создана. Мы видим уже, что COVID обычно атакует, конечно же, людей более пожилого возраста, а также детей, у которых есть иммунодефицитные всякие заболевания или какие-то хронические заболевания. То есть, чем лучше ребенок или просто любой человек защищен, и чем лучше у него стабильнее его сопутствующая патология, если она есть, то тем более он защищен, тем менее комплицирован он пройдет через инфицирование новой вирусы. Я вот читал относительно влияния вот этого вируса COVID на людей, которые живут там с ВИЧ-инфекцией, и какой-то определенной одной точки зрения на этот счет нет. То есть, кто-то говорит, что он безумно опасен для этих людей, кто-то говорит, что нет, все зависит там от вот этой вот антиретровирусной терапии. Вот каково Ваше мнение, насколько этот вирус действительно опасен для людей с иммунодефицитом? Были некоторые пока наблюдения, там не было таких рандомизированных исследований, но по наблюдениям, которые уже есть и которые изучают, у человека, у которого есть ВИЧ, который находится в стабильной как бы фазе, то есть он правильно принимает антиретровирусные препараты, у него очень низкая вирусная нагрузка, то практически никакого отличия нет с людьми, у которых нет ВИЧ, то есть те, у кого вирусная нагрузка повышена, или те, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, диабет, там, гипертония и так далее, да, среди них, ну как в принципе и среди людей, у которых нет ВИЧ, отмечается повышенная восприимчивость к этой инфекции, особенно к ее компликации, вот, поэтому еще раз, как бы, этот вирус нас очень многому учит, очень многому, то есть мы правильные выводы должны делать, что все сопутствующие заболевания, которые есть, должны быть выведены на стабильный уровень, то есть правильно диагностированы, правильно лечены и так далее, если вот вся вот эта сопутствующая патология у нас правильно управляется, то в принципе больше рисков, чем при отсутствии таких патологий, то есть пока не наблюдаем, но надо сказать, что исследования продолжаются, да, вроде бы среди людей, которые находились там на какой-то определенной антиретровирусной терапии, среди них замечалась даже меньшая заболеваемость, чем среди остальных людей, то есть таких широкомасштабных наблюдений, которые можно было бы сделать выводы, но пока еще рано. У вас довольно много знакомых врачей со всего мира и, возможно, вы с ними там поддерживаете коммуникацию и спрашиваете у них о том, как они борются с COVID-19 в их государствах. Вот скажите, пожалуйста, опыт какого государства для вас наиболее симпатичен и как вы относитесь к знаменитому шведскому сценарию, да, где, когда вообще в государстве нет никакого карантина, никаких ограничений? Ну, действительно, я много работал с разными врачами из разных стран мира, очень много в Африке работал, там у нас были эпидемии, холеры, там и кори, и ВИЧ, туберкулез, у меня есть контакт прямой с Южной Африкой, там живет и работает мой сын, его жена врач-инфекционист, которая как раз сейчас и работает в больнице, мы часто общаемся, она многим чем делится. У меня мои коллеги, конечно же, в Литве, в Эстонии, в Бельгии, во Франции, вот, и из того, что я, у меня есть одна врач-знакомая в Швеции, вот я, правда, в последнее время с ней не общался, но я знаю, как работает шведская система здравоохранения, вот, и что я вижу, ну, сначала из тех стран, с которыми я недавно общался, например, в Эстонии мне рассказывают о том, что у них система как бы челночная, это как бы дежурство, врач заходит на дежурство на две недели, то есть он заходит туда, ему предоставляются условия для того, чтобы он там и работал, через две недели он, причем делают тест на входе туда, и потом, когда он выходит оттуда, ему опять же делается тест, причем ПЦР-овский тест, это не тесты на антитела, это ПЦР-овский тест, который определяет именно РНК вируса. То есть он гораздо эффективнее, да, чем? Да, самый точный тест. А вот такие тесты, вы не знаете? Да, конечно, они есть, они есть, и только их в этой ситуации надо делать, потому что другие, они с большой погрешностью работают пока, и поэтому их не стоит использовать для именно определения положительной и отрицательной. Вот, так вот он рассказывает, что вроде бы они отработали эту систему, она достаточно эффективно работает, но проблема с санитарками, то есть с младшим медперсоналом, они никак не могут отработать вот именно то, что именно младший медперсонал оставался бы там, потому что многие из них, женщины там, или персонал пожилого возраста, то есть пытаются их не подставлять под это, то есть там очень не хватает именно младшего медперсонала, а там большие мероприятия по инфекционному контролю. Проблемы с средним медперсоналом, потому что, ну, как мы знаем, даже по Украине мы как бы закрыли школы, закрыли детские садики, и здесь та же самая проблема, многие медсестры, они же в то же время мамы, да, то есть с кем-то надо оставлять детей, многие медсестры вынуждены оставаться дома в такой ситуации, то есть здесь, конечно, вот эти вопросы, они не отрегулированы и довольно похожи. Вот, про шведскую систему я, да, действительно, в самом начале, если вы помните, три страны в Европе, это была Великобритания, это была Голландия и Швеция, они попытались не вводить карантин, полагаясь на свою систему здравоохранения, очень быстро Голландия все-таки стала вводить карантин, потому что кривая поползла достаточно вверх, вот, и они побоялись, что они не смогут удержать. В Великобритании тоже там была очень большая критика, и Джонсон тоже стал вводить, и сам заболел, стал вводить карантинные мероприятия. Единственное, Швеция осталась той страной, которая по большому счету каких-то значительных карантинных мероприятий они не вводили. И почему? Потому что, мне кажется, шведская система здравоохранения, она наиболее приближена к человеку, она развивалась по типу такого социальной медицины. При появлении первых симптомов, обычно такой человек имел прямой доступ к врачу семейной медицине, у которого была возможность тут же поставить тест и тут же изолировать этого человека. То есть, если эпидемию хватать за хвост, сразу же заподозрить, изолировать, протестировать, и потом лечить этого больного в определенных комфортных условиях, то есть обрубая цепочки передачи с самого начала, то есть практически происходит полный контроль эпидемии, да, она развивается, да, невозможно ее остановить, но она развивается настолько медленно, что никаких дополнительных карантинных мероприятий вводить не стоит. Экономика при этом работает, и страна как бы не стоит на уровне пропасти, коллапса экономического. В тех странах, в которых, я сюда включаю Украину, в которых недостаточно развита система здравоохранения, именно в ее социальном выводе, в социальном виде. То есть, что я имею в виду? Это когда уязвимые группы населения покрыты медицинской помощью и социальной помощью, да, трудные семьи имеют доступ к психологической, социальной, медицинской поддержке и так далее, удаленные, как бы, населенные пункты, покрыты медицинской, социальной помощью, то в таких условиях, конечно, активная, эффективная медицинская помощь, она, в принципе, может как бы уловить вот эти эпидемические процессы и их контролировать. Если такого нет, по моим наблюдениям, в Украине, наверное, ну, процентов 30 населения, особенно те, которые живут в сельских районах, в удаленных районах, или же даже, если пусть это, кто-то живет в густонаселенном пункте, пусть это будет 150-200 метров от поликлиники, но это трудная семья, и для мамы там, или для папы, здоровье ребенка там на пятом, седьмом, в десятом месте, да, то есть она никогда не поведет этого ребенка или сами не обратятся за помощью, то есть, опять же, компонент просвещения населения и так далее играет важную роль, то есть если этого не существует, то, естественно, только карантинные мероприятия, когда останавливается это социальное общение, когда происходит обрубки вот этих связей, чисто физическим дистанцированным, это очень эффективно, да, то есть то, что мы видим, да, очень эффективно, как бы обрубаются эти связи, останавливаются цепочки передачи, но большая проблема в том, как долго это может продолжаться, понимаете, если бы здесь была система, в которой все больные имели бы доступ к медицинской помощи, то этот период был бы минимальным, но здесь... А в Швеции все практически имеют доступ к медицинской помощи? Ну, я еще в 90-х годах, я в 97-м году, я немножко оказался вот вовлеченным в работу одной сельской амбулатории, которая обслуживала население 5-6 тысяч. Это одноэтажное здание, в котором было там 10-12 кабинетов, и в которое мы приехали в 6 утра, вот, там уже сидели человек 50, ждали, я думаю, боже мой, да. И, значит, там была одна рецепционист, одна медсестра, один врач, все, больше никого не было. Я думал, ну, все, это на весь день пошло. Нет, за два часа они успели все сделать, там были в каждом кабинете, кабинет гинекологический, оторинологический, там есть кабинет стоматологический, и самые разные кабинеты, которые используются одним врачом, который этому обучен, это семейный врач. Причем время работы сделано так, что это перед рабочим днем, ее график очень скользящий, да, она могла принимать всех больных, причем, когда она их принимала, она протягивала руку, тогда еще это было возможно, и называла человека по имени. Ничего себе. Почему? Потому что у нее на экран выводился портрет человека с кратким описанием его семейной истории. И это было прямо в 97-м году уже? Это в 97-м году уже там было. Это 23 года назад. Понимаете? Вот, то есть, эта деревушка, эта деревушка, она была способна, она мне говорила, 90, до 92% всех случаев, она была способна сама там это решить на месте. Если были сложные случаи, она выводила уже телемедицина, тогда работала, было экспертное мнение там и так далее. То есть, минимально там 8% людей из ее, значит, участка, она посылала на то, что мы называем третичку, да, то есть на третичный уровень, там минимальный процент людей. Всех остальных она могла спокойно принимать, у нее для этого были все условия. Я представляю, что за 23 года они очень хорошо развили именно этот компонент. Они не пошли на поводу как бы либеральной рыночной демократии. Я ничего против этого не имею, но все-таки есть моменты, в которых нельзя идти, ну, жертвовать. Это социальный подход в медицине, это общественное здравоохранение. Я очень надеюсь, что вот эта ситуация, она как бы приведет нас к тому, что мы выучим, серьезно выучим те уроки, которые перед нами вот сейчас очень явно поставила вот такая ситуация с вирусом. Да, и вот в украинских соцсетях, в частности в Фейсбуке, довольно активно обсуждают погребение умерших, которое происходит в Украине, когда людей буквально там в мешках кладут в землю, потом сжигают, то есть не дают даже родным попрощаться с этими умершими людьми. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем вообще проблема? Это не знание или страх? То есть, потому что действительно ведь не существует какого-то четкого медицинского обоснования для того, что людей, которые умерли от COVID, их нужно сжигать, что они представляют опасность после смерти. В тех приказах, которых я видел, ну, такого не было, чтобы... Да, там есть закрытие в мешок, но такого, чтобы не пускать родственников, такого не было. Это прозвучало в интервью, по-моему, одного из политиков, известных киевских, который говорил, успокаивая, в кавычках, успокаивая население, он говорил о том, что вот мы будем закрывать мешки, никого не допускают, сжигать там и так далее. То есть здесь были какие-то элементы какого-то популизма, скорее всего, основанные на страхе людей перед этим заболеванием, но, опять же, никакого обоснования для того, чтобы не позволять родственникам присутствовать при погребении, конечно же, нет. То есть я думаю, что когда человек умирает от этого вируса, понимая инфекционную природу заболевания, мы понимаем, что уже человек не дышит, то есть он не может капельным путем передать это заболевание. Если к нему не прикасаться, то невозможно заразиться. То есть, естественно, там надо вести себя, осторожно, тело надо обработать. Ну, как бы, можно сделать человеческие условия для того, чтобы попрощаться с родным человеком. То есть не просто зашить в мешок и как-то выбросить, успокаивая общественное мнение, вот, а все-таки предоставить возможность семье достойную возможность попрощаться и, несмотря ни на что, вот оставаться человеком, понимаете, вот мне кажется, что это очень важно в таких условиях, потому что, понимаете, как бы тот страх, который нагнетается в средстве массовой информации, в моленс-ноленс, то есть каждый день мы следим за этими цифрами и так далее, этот страх, он очень быстро может выхолощивать какую-то человечность по отношению к другим, какую-то цивилизованность, понимаете, то есть он может очень быстро нас отбросить в какие-то средневековые времена, когда мы будем друг на друга смотреть как на каких-то врагов, понимаете, здесь, здесь очень важно сохранять человечность и нельзя преувеличивать. Вот это прямое преувеличение, когда происходит, даже когда я общался с моим сыном, он работал на эпидемии Эболы в Сьерра-Леоне, вот это было несколько лет назад. И да, там им приходилось закрывать мешки, не пускать семью и так далее, там немножко другой уровень смертности, там до 70%. Подожди, Эбола, она немножко отличается, да, вот от COVID тем, что после смерти человек с Эболой все равно опасен, да? Да, то есть там тоже контактный путь, контактный и капельный, то есть, но там смертность значительно выше, то есть они не из злого умысла, естественно, они просто как бы пытались полностью уменьшить риск передачи во время погребения, потому что там свои есть традиции, там обязательно вдове надо поплакать на груди умершего, то есть каждый должен прикоснуться, там и так далее, то есть вот это было опасно, и поэтому они от этого защищали, значит, тех, кто приходил на погребение, но когда мы дискутировали после этого, то мы приходили к выводу, что вот эти запреты, направленные на то, чтобы уменьшить путь передачи, не позволять в момент погребения распространяться ему этой инфекции, они как бы были вроде бы эффективные в начале, но комплексный подход к контролю над Эпплом, он приводил к чему? Он приводил к полному параличу традиционного устройства того общества, в котором была эта вспышка, в котором была эта эпидемия, начиная с момента запретов на присутствие при погребении, заканчивая запретами посещения религиозных церемоний и так далее, то есть это почти без обсуждения, это супримировалось, это исключалось, и в какой-то момент это привело к социальному всплеску, социальному негодованию, которое повело даже к смерти медицинских работников, за которыми стали охотиться, то есть как бы это они распространяли Эппл. Нельзя военно-репрессивным методом контролировать эпидемию, причем достаточно долго, потому что это приводит к контрреакции, это приводит к тому, что игнорирование или неуважение к каким-то ритуалам и так далее, это приводит к тому, что люди начинают возмущаться и реагировать неадекватно на то, что происходит. Поэтому я говорю, что нужно очень уважительно относиться к тому, что люди принимают каких-то традиций и так далее, надо им объяснять, не надо преувеличивать опасность, потому что это может привести к очень неспалансированной реакции, еще к дальнейшему ухудшению эпидемиологического состояния. Поэтому я и говорю, что это не только как бы человеческий подход, но это важнейший противоэпидемический подход, когда мы все-таки объясняем людям уровни рисков, обсуждаем вместе с ними, как далеко мы можем зайти для того, чтобы уважать те или иные традиции, или же временно от чего-то надо отказаться. То же самое там Пасха, посещение пасхальных обрядов и так далее. Если это проходит в церкви сейчас, где очень большое количество народов, это приведет просто к моментальному заражению очень большого количества людей. Вот Киево-Печерская Лавра, это яркий тому пример. Да, то есть это что, это очень много людей находится в довольно закрытом и в тесном помещении, в котором происходит долгая молитва, и там происходит очень быстро перезаражение. А когда еще идет причащение, это конечно как раз это как бы вот то самое средство, которое способствует распространению. Это надо понимать, уважительно к этому относиться, разговаривать с священнослужителями, находить пути, как мы можем уменьшить эти риски, но ни в коем случае просто не говорить, что все, мы запрещаем, там мертвые тела никому не выдаем, сжигаем, там то есть кроме того, что это контрпродуктивно в отношении контроля над эпидемией, это еще и ну обесчеловечивает нас, понимаете, а мы все-таки должны оставаться в рамках человечности, в рамках цивилизованности, потому что эта ситуация будет продлеваться очень долго, она будет длиться очень долго, и это не последний скорее всего вирус, который нам угрожает, поэтому в этих новых условиях мы должны оставаться людьми, научиться жить по-человечески в этих новых условиях. А вот какой ваш прогноз, вы говорите, что скорее всего это будет продолжаться очень долго, вот как вы считаете, сколько еще? Если рассуждать по тому, как распространяется эта инфекция, по путям распространения это новая инфекция, практически все люди нечувствительны, то есть нет какого-то природного иммунитета, который мог бы защитить какую-то группу людей, то есть что может произойти? Или же произойдет инфицирование очень большого количества людей, и тогда, когда будет достигнут какой-то порог, скажем там, 70% инфицированной, то, что называется коллективный иммунитет, тогда заболевание новых случаев пойдет на спад, и скорее всего просто это станет каким-то сезонным, еще одним заболеванием гриппоподобным, да, то есть, но этот путь, он очень чреват тем, что он может очень быстро инфицировать большое количество, в том числе из групп риска, из уязвимых групп, и привести к очень большому количеству смертей, вот, с которыми критически больных людей, которыми система здравоохранения просто не справится, то есть, это зашкаивающая смертность, и от этого пути отказались практически все. Другой путь, это сдерживание этой эпидемии, когда вводятся карантинные мероприятия, жесткий карантин на какое-то время, покупает время для правительства, для общества, чтобы перестроиться, чтобы закупить достаточное количество защитных средств, диагностических средств, и так далее, то, что сейчас происходит в Украине, да, и потом через какое-то время какие-то карантинные мероприятия снимаются, при условии, что есть достаточное количество тестов, то есть есть какой-то контроль уже налажен, место для лечения, защищенный медицинский персонал, и так далее, тогда можно расслабить немножко карантин, для того, чтобы, да, будут появляться новые случаи, но они будут быстро иметь доступ к тестированию, быстро иметь доступ к изолированию, и лечению, если есть какая-то компликация. Ну, а как вы считаете, Украина готова уже к тому, чтобы немного послабить этот карантин? Мне кажется, она на пути к этому, еще не совсем, на пути, вот мы еще слышим, что много медицинских работников инфицируются, то есть они недостаточно защищены от инфекции, и над этим, конечно, надо работать, я думаю, в ближайшие несколько недель снимут эту проблему, также эти несколько недель поступит достаточное количество тестов, сейчас они работают над увеличением мощности лабораторной для процессирования достаточного количества мазков, вот, потому что сейчас это пока еще недостаточно, но надеемся, что будет достаточно, опять же, через несколько недель, и вот, видимо, тогда, но все же при условии дистантирования, при условии персональных защитных средств можно будет расслаблять какие-то карантинные мероприятия, я думаю, сейчас как раз кабинет министров с аналитиками и экспертами над этим работаем. Да, а вот вы довольно долго работаете врачом, плюс являлись членом организации «Врачи без границ», и вот, скажите, за время своей профессиональной деятельности с какими самыми страшными эпидемиями приходилось вам сталкиваться, и, возможно, какие-то из этих эпидемий были похожи на COVID, но были не настолько массовыми. Я работал 22 года работал с врачами без границ до 2013 года, сейчас там работает мой сын, вот, в мое время самое страшное это была холера, вот, она косила очень много там детей, взрослых, я в свое время в Анголе, в Луанде в 93-м году помогал организовать павильон, холерный павильон для взрослых и для детей. при эпидемии кори, тоже в Африке присутствует, хотя у кори она значительно более вирулентная, там значительно большее количество одновременно детей может заразиться, там в основном это были дети, которые умирали. То есть кори более опасна именно для детей, да? Да, то есть вот, наверное, комбинация холеры и кори где-то, вот я вижу по тому, что сейчас, но кори значительно менее вирулентная, менее опасная. То есть, слава Богу, что не так он антагиозен, вот, но есть какие-то элементы, конечно же, о мере защиты, это то, что мне рассказывал мой сын и его жена, они работали на эпидемии Эболы, но там тоже совершенно другая смертность, здесь смертность меньше значительно, вот, поэтому, да, работали на эпидемиях, вот, и самое важное при этом, конечно же, это триаж, что называется, сортировка, вот, было бы катастрофа, если бы все больные положительным там, подозрением пошли в больницу, потому что там бы как раз бы они заразились бы очень эффективно, поэтому, если у кого-то возникают симптомы, похожие на ковид, это сухой кашель, это недомогание, значит, какие-то гриппоподобные явления, то ни в коем случае не надо бежать ни в поликлинику, ни в больницу, потому что вот там-то уж вы точно можете заразиться. Нужно позвонить в скорую помощь. Надо позвонить семейному врачу, по-моему, большое количество населения на данный момент уже имеет своего семейного врача, если у кого-то нет, то звонят в скорую помощь, они знают, что с этим делать, оставаться дома, мерить температуру, пить как можно больше воды, если некомфортно себя чувствуете, то можно принять парацетамол, никаких других лекарств принимать не надо. И очень четко следить за симптомами своими, то есть правильно изолироваться от остальных членов семьи, для себя одеть маску, то есть это эффективные меры прерывания цепи передачи не только при COVID, но при любом гриппоподобном заболевании, то есть больной одевает маску, если он в присутствии другого человека. И если вдруг у вас появляются симптомы, связанные с недостаточностью дыхания, если вы чувствуете дыхательное, если вы чувствуете, что у вас появляется одышка, действительно вам трудно дышать, тогда действительно уже становится опасно и нужно вас видимо госпитализировать для того, чтобы была возможность доступа к кислороду. Ну да, но и главное не идти при этом в больницу, чтобы не подвергать риску других людей. Да, главное этого не делают, не ехать в общественном транспорте, за вами приедут и вас отвезут. Да, ну вот в последнее время в Украине все снова стали восхищаться героизмом врачей, потому что врачи действительно это герои нашего времени. Насколько трудно врачам бороться с посттравматическими синдромами, которые скорее всего появляются в условиях работы во время пандемии всяких? Ну я, во-первых, перед тем, как ответить на этот вопрос, я вернусь к тому, что врачи-герои, надо не забывать медсестер, и младший медперсонал, сейчас на все, на все, кто работает в ответе на эту эпидемию, возлагается, ну просто фантастическая ответственность, и они с этим справляются часто, вот, и они, конечно же, герои, но все-таки вот чувство, горьковатое чувство того, что общество не ценит этих людей, не ценило до того, почему, почему они должны бы унизительно маленькую зарплату получать, почему они вдруг стали героями, но все, все еще не имеет достаточно защитных средств для того, чтобы самим защититься от этого вируса, то есть, ну вот это вот те уроки, которые общество мы должны выносить из этой ситуации, понимаете, мы должны все понять, кто в принципе является героями как бы нашего общества, это учителя, это врачи, понимаете, это просто те люди, которые делают сегодня эту работу там в продовольственных магазинах, кто остался работать в этой ситуации, да, водители какого-то транспорта, то есть продавцы, которые на кассе сидят, врачи, медсестры, учителя, это люди, которые меньшую зарплату, меньше всех зарплат получают, да, давайте, наверное, все-таки пересмотрим те ценности, которыми управляются это общество, давайте все-таки будем их уважать, не только во время, когда их надо возносить как героев, но и вот, а по отношению к тому, что вы спросили по поводу стрессов и, ну, то, что называется burn out, да, это перегорание, выгорание профессиональное, да, да, целые исследования были у многих профессий врачебных, там, уровень самоубийства зашкаливает, понимаете, уровень того, что какая-то депрессия там и так далее очень высокий, это, ну, как бы дополнительный момент, объясняющий то, что это профессии, которые надо защищать, это профессии, которые надо поддерживать и ценить, то есть, мне кажется, что вот то, что я знаю по западным меркам, в любом коллективе там существует тот психолог, который следит за персоналом, к которому можно обратиться в любой момент, и чтобы с консультацией там и так далее им даются где-то скользкие, ну, скользящие графики работать, то есть этой темой обеспокоены очень многие, то есть я очень надеюсь, что это тоже будет одним из тем для обсуждения, когда мы будем изучать уроки из того, что произошло, также будем защищать медицинский персонал от выгорания, и оценить их, материально их поддерживать, и так далее, то есть для общества как целого, я очень хотел бы, чтобы мы сделали правильные выборы. Но как вы думаете, вот все-таки усвоит ли Украина этот урок? Вот готово ли общество, государство к этому всему? Я очень верю в украинское общество, потому что здесь фантастическое гражданское общество, и даже если политики начнут уводить куда-то в сторону, замыливать и так далее, здесь достаточно мощное гражданское общество для того, чтобы не позволить это забыть, и постоянно актуализировать и ставить эти вопросы перед политиками, чтобы они их решали. А дальше люди сами должны делать свои выводы и на следующих выборах может быть выбирать других политиков, которые будут прислушиваться. Да, думаю, это будет хорошим уроком. Вот в своей деятельности до Юнисеф вы довольно много внимания уделяли вопросам палиативной медицины, и я уверен, что вы до сих пор сидите за этим всем. И вот скажите, что такое палиативная медицина в сегодняшней Украине, и отличается ли она от палиативной помощи, палиативной медицины в европейских государствах? Насколько сильна? Палиативная помощь это подход, целью которой является создание комфортных условий для больного и для его семьи, когда они сталкиваются с заболеванием, которое угрожает жизнь. То есть, видите, я сейчас вам сказал формулировку Всемирной Организации Здравоохранения, которая подразумевает, что это не помощь только и исключительно смертельно больным людям. То есть, там в формулировке звучит, что это помощь людям, которые столкнулись с заболеваниями, угрожающими жизни. То есть, какой-то Есть штат, но эти люди выстроивают в итоге, да? Да, есть, есть какой-то то есть, потому что в Украине почему-то принято рассматривать палеотивную помощь как только помощь умирающим больным. Что-то вроде хосписов, да? Да, хосписы и так далее. Во всем мире палеотивную помощь, ну, особенно вот в западных странах, хотя там тоже, это только где-то 30, может быть, 35 или 40 лет назад началось движение по развитию палеотивной помощи, вот, там есть свои проблемы, но если вернуться в Украину, то здесь все-таки то более широкое понятие палеотивной помощи, оно сужено до понятия помощи больному, которому уже не помогает никакая другая помощь, то есть, он неизлечимый больной. Палеотивная помощь должна начинаться с момента диагноза заболевания, которое угрожает жизнь. То есть, если у вас онкология, если у вас какое-то заболевание, там, хроническое заболевание, некомпенсированный диабет, там, может быть, сердечно-легочная недостаточность и так далее, то есть, при любом заболевании, которое диагностировано, параллельно начинается два процесса. Процесс направленный на излечение и процесс как бы палеотивный, то есть, предоставление комфортных условий для больного, обезболивания, социальная помощь, психологическая поддержка и так далее, понимаете, и они идут одновременно до момента, пока вот эта куративная помощь, она уже станет бесполезной, потому что она уже невозможно действительно вылечить больного, и тогда полностью идет только процесс палеотивной помощи, до конца жизни, и он еще по определению продолжается какое-то время после того, как смерть наступила, для убитых горем родственников, то есть, как бы, вот это все от начала диагноза заболевания угрожающего жизни до момента, до после смерти и помощь родственникам, это все палеотивная помощь, вот, если говорить о том, что происходит в Украине, ну, здесь очень многое сделали такой организации, как Ведрочиня, и там многие там Это не государственная организация, это не правительственная организация, они много сделали для того, чтобы были приняты правильные законы, правильные там распоряжения, и сейчас хотя бы уже есть разрегистрированный, есть доступ к обезболивающим, в том числе препаратам для детей, то есть, большая работа уже проделана, что пока еще очень слабо развито, это помощь на дому, то есть, если вы говорите с людьми, которые нуждаются в такой помощи, то львиная доля, уж точно более 80 и больше процентов, они хотели провести вот это время, последние моменты жизни в доме, или даже месяцы, потому что это не только, вот, к сожалению, но пока вот такая амбулаторная модель предоставления такой помощи, она достаточно слабо развита, только несколько бригад в Киеве есть, естественно, что развитие хосписов, создание там многоконечных хосписов, ну это в принципе не отвечает потребности, то есть достаточно хоспис, он конечно же нужен, но для предоставления такой более помощи в критических состояниях, когда на дому невозможно справиться с тем или иным заходом, то есть можно отправить человека в хоспис, то есть он там может пройти какое-то стабилизирующее лечение и опять отправиться домой на лечение, то есть можно сделать так, чтобы приблизить именно вот эту комфортность предоставления помощи к людям, а не заставить людей крутиться вокруг системы здравоохранения, а в принципе должно быть наоборот сделано, что система крутится вокруг человека, но пока вот этого не происходит, но много я был и во Франции, и в Швейцарии, там я видел, как предоставляется такая помощь, и там очень развита именно помощь на дому, в амбулаторных условиях, там есть помпы такие для обезболивания, которые для хронических больных, они постоянно поставляют лекарства в кровь, эти люди, они последние месяцы, недели, они проводят в кругу семьи, они занимаются любимым делом, понимаете, они могут радоваться жизни, заниматься садоводством, и так далее, здесь идет речь о предоставлении услуги, где эта услуга может быть предоставлена, там, где больше всего комфортно человеку, а более всего комфортно человеку дома, но есть, мне рассказывала одна больная, я пытался понять с точки зрения человека, который уходит, что было бы наиболее комфортно для таких людей, они мне говорили, что было бы очень комфортно быть в такой ситуации, когда ты как черепаха или как улитка, ты имеешь возможность оставаться у себя, потому что тебе плохо, ты хочешь побыть самим собой, но в какой-то момент ты можешь открыть дверь и ты со всеми, а вдруг тебе захотелось быть одной, ты ушла за дверь, или ушел, закрылась, и все, а с другой стороны выход в сад, и ты в саду можешь отдыхать. То есть, это мы в свое время мечтали о том, идеальный такой дом палеоативной помощи, где люди, которые не имеют возможности оставаться дома, было бы очень важно даже архитектурно создавать какие-то такие дома палеоативной помощи, заметьте, я не называю хоспис, в котором был бы однокомнатный, может быть, со всеми удобствами воспроизведения ее или его комнаты, да, с портретами, совсем домашним таким, да, одна дверь открывается туда, где я могу пообщаться с другими обитателями этого дома, а другая дверь открывается туда, где есть сад, где я могу поработать, там, вот это, вот это, действительно, то, что направлено на больного, то есть, направлено на человека, который хочет оставаться и хочет полной жизнью жить до конца жизни, да, вот, ну, вот это вот подходы, которые ориентированы на человека и которым надо стремиться, оставаться человеком в любой ситуации, особенно вот сейчас, когда вот идет вот эта пандемия, да, она будет очень долго продолжаться, мы уже несколько месяцев точно, может быть, даже дольше, вот в этой ситуации нам тоже точно надо оставаться людьми, надо, чтобы мы не покупались на призывы каких-то популистов, политиков и так далее, которые будут делать вид, что они все делают для того, чтобы побороть эту пандемию, а на самом деле потихоньку нас обесчеловечивает, вот в этой ситуации надо четко следовать советам экспертов, не преувеличивать риски, не преуменьшать их, да, это очень важно для того, чтобы бороться с эпидемией, но и не преувеличивать, не давать карты тем людям, которые хотят нас загнать в образ стада, да, чтобы мы, как бы, потому что в таких условиях легче нами управлять, нет, не надо, давайте все-таки оставаться человеческим обществом и даже в новых условиях находить пути для его развития, для того, чтобы мы оставались цивилизованным обществом, и в новых условиях мы начинали как-то по-новому, может быть, развивать эту страну дальше. и вот мне кажется все равно, что в основном палеоативной помощью должно ведь заниматься государство. Ну, идеально было бы, если бы государство как бы выделяло средства и, в принципе, оно сейчас к этому подходит на палеоативную помощь, на дому и в домах палеоативной помощи, то, что может быть дополнительно, то есть вот эти могут заниматься неправительственные организации. Но основную помощь оборудования дорогостоящие или какие-то организации мобильных команд и так далее, это может быть создано и проплачено государством. Другое дело, что там какие-то дополнительные услуги может быть, человек может сам оплачивать, у кого есть средства. Но доступ к основным мероприятиям палеоативной помощи должны иметь все. Ну, и напоследок, вот что бы вы могли пожелать украинцам, которые сейчас находятся на карантине, не всегда к нему серьезно относятся, часто нарушают. Скажите, пожалуйста, что могли бы посоветовать таким людям? Я мог бы посоветовать то, чтобы все-таки достаточно серьезно относились к той ситуации, в которой мы оказались. Опять же, оставаться людьми, оставаться с присущим для украинцев благоразумием и чувством юмора, в новых условиях находить все-таки то, что я называю физическое дистанцирование, но социальная солидарность вместо просто социальное дистанцирование. мне кажется, это более правильно отражает то, что мы хотели бы добиться, это физическое дистанцирование, социальная солидарность, поддержка друг друга. и все-таки не преувеличивать риски, требовать от политиков какое-то объяснение, потому что тогда они будут, если люди требуют, тогда они будут основывать свои действия на рекомендациях экспертов, а не на собственных представлениях о том, что надо делать или не надо. любить свою семью, пользоваться моментом, для того, чтобы воспитывать своих детей, быть осторожными, потому что в этих условиях вы, кажется, находитесь в плотном контакте с другими членами семьи, и, может быть, как-то происходят какие-то моменты, когда кто-то на кого-то поднял голос или руку, ну, поймите, что вы в необычной ситуации, может быть, перед тем, как закричать на кого-то или физически воздействовать, надо просто отойти в сторону, подышать глубоко несколько раз, успокоиться, вот, и все-таки оставаться людьми, потому что только в такой ситуации мы вместе, вот, смотрите, как бы разделенно, да, физически дистанцированно, но вместе солидарно мы можем побороть эту ситуацию и развивать Украину дальше. Да, я очень благодарен вам за интервью, спасибо вам большое. дякую. Спасибо.